Золото многократно ощущается огнем, чтобы через сильнейшее очищение оно стало лучше. Равным образом Господь наш по благости Своей очищает человека многими искушениями, испытывает его и делает его опытным в ведении браний сердечных. Так что он не возвращается более мыслями или памятью к неправдам и унижениям, каким подвергали его люди, но смиряется перед Богом и на него возлагает все упование свое, будучи всегда готов на всякое доброе дело пред Богом, как сказал Давид Пророк. Готово сердце мое Божие, готово сердце мое, буду петь и славить. Содержите в мысли, что вы будете испытываемы какими-нибудь братьями посредством поношения и неправ, или что подвергнетесь унижению от сотрудников своих. Почему, когда случится с вами что подобное, стойте твердо, не бойтесь, не унывайте. Но благодарение воссылайте Господу за все это, потому что без него ничего подобного не случается. А им попускается по той причине, что испытывать брани необходимо для рабов Божьих. Ибо кто не будет испытан от благости Божьей искушениями, трудами, скорбями и бедствиями, пока навыкнет с терпением устаивать в добре во всех случаях, тот не получит от него чести. Терпеливо носите беды и скорби, какие с вами случаются, и благодарение воздавайте за них Господу с великим смирением, да вкусите радость от трудов ваших. 53. Подобно блаженной Сусании, мужественной в брани, которая преодолела походствование тех двух беззаконных старцев, и от их ложной клеветы много понесла бед и скорби, но которую Бог за ее терпение и непоколебимость в конце ее подвига возвысил, а врагов ее смирил. 54. Подобно Феокре, еще более мужественной духом, которая не убоялась ни причиненных ей родителям ран, ни огня, ни раздирания плоти, ни зверей, и которой Бог даровал наконец радость сердца и награду трудов, 55. Когда мужественная вера ее угостила огонь пламенеющий, заградила уста львов кровожадных и посрамила всех врагов ее, и подобно Иосифу, смиренному пред Богом и людьми, которого, когда братья, преследовавшие его по зависти и ненависти за предпочтение, которое было оказываемо ему отцом, хотели пролить кровь его, сохранила от смерти божественная помощь. 56. 57. 62. Наконец, сделав его главой Египта и всех его областей, и братьев его, ненавидевших его, всех покорил под ноги его, эти помянутые лица и им подобные, никак не в начале своего подвига и борьбы получили от Бога честь. 63. Но после того, как он испытал их, очистил бедствиями и скорбями и научил, как следует, устаивать во время брани, и тогда уже, как видел, что они мужественно переносят беды и скорби и на Господа возлагают все свое упование, дал им честь своей божественной помощью, а ненавистников их посрамил и им подчинил. 63. Прибудьте в терпении, не давайте расслабляться сердцам своим во время бедствий ваших, но воздавайте за них благодарение, чтобы получить воздаяние от Господа. 64. Да будет у всех вас мир, истина, любовь к Богу и взаимное благорасположение, и да не будет у вас раздоров, ни клеветы, ни противоречий, ни злой зависти, ни неповиновения, ни гордости, ни обиды кому из людей, ни осмеяния, ни тщеславия, ни ненависти, ни взаимного недружелюбия. 64. В какой обители бывают такие действия, там вселяется гнев Божий, при том знайте, что жизнь наша в мире всем очень короткая, потому подорожите ей и не проживайте ее в нерадении, чтобы не заставил вас сейчас в переселении всей жизни, когда вы гневаетесь друг на друга. 64. Исследователи должны быть присислены к человеку-убийцам, по Писанию. 64. Всякий ненавидящий брата своего есть в человеку-убийца. 65. Счадите друг друга, да пощадит вас Господь, ибо это внушает Он Сам, когда говорит, отпускайте, да отпустится вам. 66. Если кто из вас потерпит клевету, пусть примет это с радостью, и все свое предаст Господу, который есть праведный судья, и мздо-воздоятель, а кто вознесет клевету на ближнего, пусть спешит смирить себя пред Господом и спросить прощения у ближнего своего, да пощадит его Господь. 66. Не попускайте солнцу заходить во гневе вашем, как учит нас Писание, но с корнем исторгайтесь в сердец ваших томящие вас злые помышления, какие имеете друг на друга, 67. Чтобы таким образом пресекать всякие зародышные дружелюбия, корень которого ненависть и зависть. 68. Эти две страсти суть самые злые, ненавистные Богу и людям, и ничем не сообразно быть им в ком-либо из верующих или рабов Божиих. 69. Почему никто из нас за них валится по крайней глупости своей, и не говорит, я взял верх над братом, и не будет ему пощады. 70. Да верует говорящий, помышляющий такое, что он предал душу свою в руки смерти, и наследием его будет место плача и скрежется зубов, червя неусыпающего и огня неугасимого. 71. 72. Пробудимся от сна, пока еще находимся в теле всем, воздохнем о себе самих и будем оплакивать себя от всего сердца нашего день и ночь, 72. Чтобы избавиться от того страшного мучения, стенания, плача и тяготы, которым не будет конца. 73. Поостережемся идти в просторные ворота и широким путем, вводящим в погибель, хотя очень многие идут им, но пойдем в узкие ворота тесным путем ведущим жизнь, хотя очень немногие идут им. 75. Идущие этим последним есть истинные делатели, которые получат мзду трудов своих с радостью и наследуют царство. 75. Кто же не совсем еще готов предстать туда, умоляя его не неродеть, пока не ушло время, чтобы в нужный час не оказаться не имеющим елея, при том так, что не будет никого, кто бы хотел продать его. 76. Ибо так случилось с теми пяти девами юродивыми, которые не нашли у кого бы купить. 78. Тогда они с плачем воззвали, говоря, Господи, Господи, отвори нам! Он же отвечал им, истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. 79. Это случилось с ними ни по другой какой причине, ни как по лености. 79. Потом они хоть пробудились и начали хлопотать, но уже это ни к чему не послужило, потому что Господин дома встал и затворил двери, как написано. 79. Приду вам другой, подобный этому пример. 80. Когда Ной вошел в ковчег сам с сыновьями, своими женами их и со всем прочим, что было с ним, и затворил дверь ковчега по причине потопных вод, неспосанных, натворящих злое, 80. Кто не открывал более двери ковчега и сынам своим не попускал видеть это ужасное зрелище, которое было в казни честивым тем, тем более злые эти по заключении двери не могли войти туда, чтобы быть вместе с праведными, но пагубою погибли все от воды потопа за свою леность и непокорность. 80. Ибо Ной в продолжении тех ста лет, которые строил ковчег, непрестанно призывал их к лучшей жизни, но они не внимали ему и не послушались его, от того и погибли. Держите братца в одном месте и устрояйте его в мире единомыслия, смирения, страхи Божиим и молитвах. 80. Тогда в совершенстве явится в вас благо Дома Божия, и вы будете обладать им с радостью и весельем. 81. Да украшает вас сверх того вера, надежда, любовь, смирение, страх, рассуждение, благоговение, мир, любовь к братьям. 81. Ибо кто все это возымеет, тот есть обличенный в брачную одежду и ходящий в заповедях Духа. 82. Прибудьте во всяком смирении и терпении, да приедут от вас страсти. 66. Кто ходить будет по воле Божией, которая слаще меда и исполнена всеми радостями, тому она сама будет помогать и будет укреплять его и даст души его совершать дела дивные и предуготовить перед ним все стези. 63. Господу любезное, и невозможно тогда ни один враг противостать ему от того, что он ходит по воле Божией. 64. Но кто ходит по своей воле, тому Бог ни в чем не подаст помощи, но оставит его демоном, которые будут летать все его день и ночь, не дадут ему возыметь ни в чем никакого покоя, сделать его бессильным и немощным во всех делах, как внешних, так и внутренних. 64. И многое другое наведут они на него пагубное и вредное. 64. Дьявол иногда вселяет в них радость и веселье, но в этом не может быть радость и одна тягость и печаль. 65. Если бывает, что похожее на радость, то в этом нет истины, а один призрак, ибо эта радость не от Бога. 65. Истинная радость исходит от Бога и подается только тому, кто постоянно принуждает самого себя на то, чтобы свою волю отвергать, а волю Божию во всем исполнять. 66. Воля, которая действует в сердце человеческом, бывает троякая. Первая от дьявола, вторая от человека, третья от Бога. 67. К двум первым не благоволит Бог, а благоволит только к той, которая от Него. 68. Рассмотрите же самих себя и отвергнув все стороннее, возлюбите одну Божью волю. 69. Ибо немаловажно для человека постоянно уразумевать волю Божию во всем. 69. Уверяю вас, что если не оставит человек всей воли сердца своего и не отвергнется себя во всем, и не отбросит от себя всего богатства и имения своего, и не покорится Господу через повиновение Отцам Своим духовным, то не познать невозможность воли Божией не исполнить ее, и лишь он будет последнего благословения. Господь нам не сказал, что здесь будет воздаяние, но что здесь будут искушения, тесноты, нужды и скорби, а там воздаяние. Эта жизнь есть путь подвигов и искушений. Если вы будете терпеливы, послушны и покорны Отцам Своим, то прекрасное воздаст вам Господь воздаяние. И вот тот труд, который помянется перед лицом Господа. Кто повинуется Отцам Своим, тот Господу повинуется. И кто Господу повинуется, тот и Отцам Своим повинуется. Прежде всего доверуем в Господа нашего Иисуса Христа, да поклоняемся Ему и покорствуем, и волей Его дотворим во всякое время и мгновение. Будем ходить в страхи Господнем, так как нам предписано со страхом и трепетом совершать свое спасение. Страх Господний искореняет из души все лукавства и грехи. Кто же не боится Бога, тот впадает во многие злые. Страх Господний хранит человека и бережет, пока не сбросит он с себя этого тела, как написано. Страха ради твоего приняли и поболели и родили дух спасения. Исайя 26.18 Кто не злобив, тот совершен и богоподобен. Он исполнен радованием и есть покоище Духа Божия. Как огонь сожигает большие леса, когда понебрежешь о нем, так злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу твою и тело твое сквернит, и много принесет тебе неправых помышлений. Возбудит брани, раздоры, молвы, зависть, ненависть и подобные злые страсти, отягчающие самое тело и причиняющие ему болезни. Поспешите стяжать незлобие и простосердечие святых, чтобы Господь наш Иисус Христос принял вас к себе, и каждый из вас мог с радостью сказать. Меня же за незлобие принял и утвердил пред тобой вовеки. Салом 40.13 Бог говорит через пророка, на кого возрю? Только на кроткого, молчаливого и трепещущего пред словом моим. Исайя 66.2 Господь же наш, так говорит Евангелие, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Итак, тяжите себе смирение и не ходите с гордостью сердца, свойственны дьяволам. Кто ходит с гордостью сердца, тот причастник дьяволов. Человек высокосердный, всем ненавистен, потому что дела его хвастливы, отчего и впадает нам во многие грехи. Все грехи мерзки пред Богом, но всех мерзостнее гордость сердца. Кто высевает или подает совет гордому, тот походит на льющего воду в дырявый сосуд или на того, кто простирает речь пролетающей птицы. Гордые сердцем люди презренны пред Богом. Сердец же смиренных и сокрушенных Бог в нее не тяжит. Сама любовь Божия, не вшедшая к нам от вышних, соделала смиренные до последних степеней. Возлюбим же смирение, чтобы можно было взывать. Видишь смирение мое и труд мой, и прости мне грехи мои. Псалом 24, 18. Не ходите вслед похоти очей своих, и не расслабляйтесь сердцем своим. Ибо злая похоть развращает сердце и омрачает ум. Дальше отходите от нее. Да не прогневается на вас живущий в вас Дух Божий. Станем подвязать за чистоту даже до смерти. И всячески блюдите себя от оскверных похотей. Для того будем остерегать, созирать на красоту жен. Не будем рабами нечистых страстей и срамных похотей, которые ненавидят Бог. Имя Бога преднапишите пред очами сердец ваши, чтобы внутри вас не пристанно взывалось. Вы – храм Бога Живого и место покоя Духу Святому. Кто увлечен нечистыми похотями, тот перед Богом подобен скотам, лишенным всякого смысла, по слову псалмопевца, святого Давида Пророка. Итак, ненавистью возненавидим окоона и непотребно изыщем чистоты, поскольку она есть слава ангелов Божиих. Но если по внушению дьявола пойдем, восстанем через покаяние и приступим к тому, кто пришел взыскать овцу блуждавшую во грехе. 74. Кто не может хранить усы своих и языка, пусть позабоится по крайней мере быть хотя бы немногословным. Ио 11.3 Берегись, человек, возьми власть над языком своим и не умножай слов, чтобы не умножить грехов. Положи палец на уста твои и узду на язык твой, потому что многоречивый человек не оставляет себе места Духу Святому. Если кто новичок еще, беседуя с тобой, спросит тебя о чем-либо, спасителем для души его, ответь ему. Если же о том, от чего нет пользы, будь как глухой, который не слышит, и как немой, который не говорит. Понудим себя крепко и приставить стражу к устам своим, чтобы о ком-либо не сказать чего-либо худого, потому что худая речь хуже всяких ядов. Все раны залечиваются, а раны от языка не имеют врачевания. Язык неосторожного человека, который говорит худо, движимый дьяволом, ядовите языка змея, потому что он возбуждает свары, горки, враждования среди братьев, сеет мятежи и злодейства между мирными и рассеивает многолюдные общества. Итак, бегайте худых слов, охуждать других и прилежите молчание. Любящий молчание пребывает близ Бога и ангелов его, и в вышних место его. Господь говорит, что он тогда сохранит пути твои, когда ты сам будешь хранить уста свои. Притча 13.3 Святое Писание обостоверяет, что стыд бывает двоякого рода. Один, от которого рождается грех, а другой, от которого происходит слава и благодать. Сирахов 4.23 Стыд сделать грех есть истинный спасительный стыд. Стыд, из которого рождается грех, есть стыд, препятствующий приводить к исполнению заповеди Божия. Ничего не стыдить сделать, что согласно с волей Божией, и в деле истины не таить. Не бойся возвещать учения Господни или словеса премудрости, и не стыдить грехи свои, открывая духовному Отцу Своему. Господь наш, движимый со страданием к душам нашим, говорит в Святом Евангелии, «Горе вам, когда будут говорить о вас добрые слова и прославлять вас, и вы славы Божией не зыщите». Итак, будем подвижаться даже до смерти, противясь тщеславе и его злейшей отрасли отсечем, «Чтобы не быть доведенными до погибели. Бегеть тщеславие, ибо многие погибли от него». Оно побуждает человека на многие труды, посты, молитвы, многократные бдения ночные, милостыни, раздаваемые пред человеками и на многое подобное. Но всем этим он ничего другого не достигнет, кроме стыда и поношения. Не будем стараться выказывать себе что-либо особенно великое, чтобы не погибнуть по причине этой и не запутаться в многочисленных отраслях тщеславия, потому что демонов тщеславие чрезвычайно много. «Ревностней же устремимся к стяжанию славы святых, равно как и нищеты их, чтобы получить оную сладкую похвалу Божию. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Господь наш Иисус Христос в Евангелии Своем сказал «Терпением вашим спасайте души ваши, так же претерпевши до конца спасется. С какой по этому ревности надлежит нам истинно потрудиться и потерпеть, чтобы достигнуть того, что уготовано нам на небесах? Прежде, впрочем, чем дойдем до излияния крови, не будем хвалиться, потому что ни один художник не хвалится своим произведением прежде окончания его. Того надлежит наименовать блаженным, кто стяжал победу терпением. В свое время он прославлен будет в вышних, как лазер. Савмопевец Давид сказал «Сладкие гортани мои слова твои, более меда уста моим, так же судьбы Господни вожделенны, более камня многоценного. Истинно блажен тот, кто бодрствует и исполняет заповеди Господа нашего Иисуса Христа, пока достигнет истинного познания его, так что сможет сказать «Удивился разум свой от меня»» Савмопевец Тавра 138.6 «Бойся быть неверным, чтобы не прогневался на тебя, создавший нас. Кто проповедует истинную неверу, укоряет или учит его, тот подобен человеку, бросающему драгоценнейшие перлы во глубину моря. Напротив, как вода на наклонной земле стекает вниз и бежит туда стремительно, так Слово Господне натекает в душу верующего». 80.6 «Будем бодрствовать и постоянно возгревать благую ревность в доме ума нашего, чтобы не назвали нас нерадивыми и ленивыми. Над ревностным и бодренным страсти никогда не возьмут верха. Если и падет он, когда походим искусителя, ревность и бодренность тотчас восстановляет его. А нерадивый и беспечный, не имеющий ревности о богоугождении, если падет от искушения дьявола, даже не замечает совершенного им греха, потому что сердце его жестко, как камень, и он подобен мулу усмиренному и занузданному, на которого всякий садится без сопротивления с его стороны. В такого рода людях дьявол совершает все свои похоти и свое всецелое распление и влечет каждого из них куда хочет, пока исполнится неправда его, и он умрет со стинаниями и плачем. И нерадивый походит на разваливавшийся и брошенный жильцами дом, который никакой ни у кого не имеет цены, но отвратителен всем, будто проклятый, как жилище нефиден, скорпионов и зверей, никто о нем не печется, как о развалившемся и запустелом. Таково состояние нерадивого. «Позаботьтесь хранить ревность и никогда не отлагайте ее, чтобы не подпасть под власть врага». Когда есть в человеке эта прекрасная ревность и благопопечение, то она от всех падений и повреждений восстанавливает и предостерегает его. Так что человек такой бывает местом упокоения Духу Святому и счастливо совершив путь свой, удостаивается в мире войти в покой святых. «Слышали мы, что блаженный Павел, когда дошел до рассуждения о детстве, так о нем сказал, «Повеления Господне не имею». 1 Коринфянам 7,25 «И не имел он повеления, потому что не все могут понести тяжелое игость ее. Почему и оставлено оно произвольному выбору тех, кои понесут его в силах? Никто из девственников не хвалит с детством, так как оно есть благодать самого Бога». Детство отдаляет от себя женские чувства, плотские помышления, гордость сердца и любовь ко всему тому, что дьяволова далеко от себя отгоняет. Оно также нетерпеливую, ропотливость, ненависть к людям и славу мирскую прилежит к богослужению, воздерживает язык и чрево наказывает постами. Когда оно украшено всем этим, то бывает жертвой беспорока и скверно. Если ты, детствующая душа, будешь заботиться о многих ястов и будешь ходить с удивлением к себе, занятой собой, то будешь постыжен на своих делах во всех. Если не будешь блести языка своего, будешь пуста во все течение жизни твоей, тщетно подъява ты великие труды. 82. Будем правильно ходить тем путем, каким шли святые, о которых написано, блаженно непорочные в пути ходящие в законе Господнем. То есть в чистоте тела, в чистоте языка, в чистоте очей, в чистоте рук, в чистоте ушей, в чистоте ног, в правом пред Богом помышлении и чистом сердце в отношении друг к другу, как говорим мы в молитвах, сердце чисто сотвори во мне Божий Дух правый, обнови внутри меня. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Люди обычно именуются умными по неправильному потреблению этого слова. Не те умные, которые изучили изречение и писание древних и мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло, и злого и душевредного убегает, а о добром и душеполезном, а разумно о радеют и делается с великим Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными людьми. Истинно умный человек одну имеет заботу – вседушно повиноваться и угождать Богу всяческих. Тому, единственно тому, получает он душу свою, как бы благогодить Богу, благодаря Его за все его благие промышления, в каких бы ни находился в случайностях жизни. Ибо как неуместно не благодарить врачей за оздоровление тела и тогда, когда они дают нам врачебства горькие и неприятные, так неуместно и оставаться неблагодарными Богу за то, что кажется нам нерадостным, не разумея, что все бывает по его промышлению и на пользу нам, в таком разумении и в такой вере в Бога, спасение и покой души, воздержание, незлобие, целомудрие, твердость, терпение и подобные им великие добродетели, как бы силы, ратные, получили мы от Бога, чтобы они сопротивлялись и противостояли встречающимся с нами прискорбностям и помогали нам во время их. Так что, если мы будем упражнять эти силы и иметь их всегда на готове, то ничто из случающегося с нами не будет для нас тягостно или болезненно, негибельно и несносно, ибо все то будет преодолеваемо сущими в нас добродетелями. Этого не имеют в мысли те, у коих душа неумна, ибо они не верят, что все это бывает на пользу нам, чтобы просияли добродетели наши и им увенчаны были за них от Бога. 4. Если, почитая богатство и полное им наслаждение, одной кратковременной, призрачной, суетою и ведая, что добродетельная и богоугодная жизнь лучше богатства, ты твердо будешь стоять всем убеждением и содержать то в памяти, то не будешь ни воздыхать, ни сетывать, ни роптать на кого-либо, но за все будешь благодарить Бога, когда увидишь, что худшее тебя прославляется за краснословие или ученость и богатство. Ненасытные желания богатства и удовольствия, словозлюбия и тщеславия при неведении истины суть самая злые страсти души. Умный человек, рассматривая сам себя, познает, что должно и что полезно ему делать, что сродно душе его и спасительное, и что чуждо ей и пагубно, и таким образом избегает того, что вредно душе, как чуждо ей. Чем, кто умереннейший проводит жизнь, тем, кто спокойнее бывает, потому что не печется о многом, о рабах, земледельцах, наемных работниках, приобретении скота. Когда же прилепляемся мы к всему, то подвергаемся случающимся из-за того прискорбностям, доходим до того, что ропшим на Бога. Таким образом, самопроизвольное наше желание многого наполняет нас в смятение. И мы блуждаем во тне греховной жизни, не зная себя самих. Не должно говорить, что невозможно человеку проводить добродетельную жизнь, но что это нелегко, и точно, не для всякого безразличия, удобно достижимо это, но только те, из людей приобщаются с добродетельной жизнью, которые благочестивы, имеют боголюбивый ум. Общий, обыкновенный ум, есть ум мирской и превратный. Он делает помышления добрые и худые, изменчив, и склонен к вещественному. А ум боголюбивый есть казнитель зла, который бывает в людях от произвольной их беспечности. Необразованные простецы смешным делом считают науки, и не хотят слушать их, потому что ими обличается их невежество. И они хотят, чтобы все были подобны им, равным образом, и невоздержанные по жизни, и нравом, заботливо желают, чтобы все были хуже их, думая снискать себе обезвенения в том, что много злых, гибнет и расплевается душа от зла греховного, которое многосложно, и совмещает в себе блуд, гордость, алчность, гнев, придерзость, меистовство, убийство, ропот, зависть, лихаимство, счастливство, нетерпеливость, ложь, состолюбие, леность, печаль, робость, ненависть, осуждение, разлинение, заблуждение, невежество, обольщение, богозабвение. Этим и подобным терзаемым бывает бедная душа, удаляющаяся от Бога. Истинно ли подвижнически проходит тот добродетельный и прихвальный жизнь, об этом должно судить не по нраву, притворно себя принимаемому, и не по лживому виду жития, но потому, если кто подобный искусным живописцам и воятелям показывает свою добродетельную и боголюбезную жизнь, самым делом отвращаясь от всяких сластей, как от сетей. Человек богатый, благородного происхождения, без душевного образования и добродетельной жизни, несчастен в глазах людей здравомыслящих, напротив, бедный и раб по состоянию счастлив, если он украшен образованием, душевным и добродетелью. Как странники заблуждаются на дорогах и гибнут, так погибают непекущиеся добродетельные жизни, будучи увлекаемы пожеланиями. Человекотворцем должно назвать того, кто успевает умягчить нрав необразованных и заставить их полюбить науки и образования. равным образом и те, кои людей невоздержанной жизни приводят к жизни добродетельной и богоугодной. Тоже должно считать человекотворцами, потому что они будто воссоздают людей. Кротость и воздержание суть счастья и благая надежда для духа человеческих. Поистине должно людям надлежащим образом устроять в своей жизни нравы. Когда это будет исправлено, тогда удобно познается и Бог. От всего сердца со всей верой чтущей Бога промыслительно получает от Него помощь к украшению гнева и похоти. Похоть и гнев суть причина всех зол. Человеком должно называть или того, кто умен по первому пункту, или того, кто принялся исправить себя. Неисправного не должно называть человеком, потому что свойство это, то есть неисправимость, нечеловеческая. От таковых должно бегать. Сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных, то есть обладать блаженным бессмертием.